так всем добро привет пожаловать народ записываю бой бой с блиц тура начало началось народ опять эпичные бои каждый сам за себя королевские битва т.д.т.п. сегодня у нас в ролях жирный усама жирный скелл пресс-фитер тот что неос и нубахам как всегда народ неприятной ситуации я один конфедерат на этой карте и поэтому я представляю для сопротивленцев самую лакомую так сказать добычу включу радар усама у нас красный неос у нас желтый ну и ваш покорный слуга хамчик синий конечно же тактика на бой кстати народ сейчас сразу расскажу о тактике тактика на бой это сидеть и не высвечивать потому что по сбору ресурсов я понял что там сильные противники у них сильная пехота у них сильные юниты я понял что у меня нет шансов отжать ящики поэтому я даже не пытаюсь за них сражаться усама наделал много пехоты сделал осу и койотов неос сделал стрекозу осу и все короче вот прилетела оса усамы она на изи отжимает ящик вот начинает фокусить осу неоса смотрите смотрите она ее просто уничтожает вот что значит разница в классе и прокачки так неос желтый вышел в аллигаторы сама тоже вышел в аллигаторы тем временем он вроде выходит третий штаб или шо он все еще играет на четырех цисках я уже произвожу зелса вертекс у меня 7 c с развития обычная неос вышел в завод кречетал но еще их не производит у него нету аэродрома достраивает электросанцию и выходит в барракуды время ему сама достраивает центре снабжения выходит четвертый штаб непонятно как вроде скорее всего за счет того что отжал два ящика так достраивает цистки у него 4 7 c с до 7 c с у него я думал 8 сделает ну ладно тем временем я тоже решил выйти в викингов потому что два сопротивленца которые выходят в море кстати смотрите оп покажу я разведал что него сделает море я разведал что у сама делает аллигатор поэтому я принял такое решение вот видите я ничего не вижу что происходит я не знаю дерутся они за ящик или нет поэтому даже не пытаюсь пока ничего предпринимать зачищаю разведку летим посмотреть плывут ли ко мне аллигатор и понял что от желтого их нету сейчас полетим посмотреть что там делает красный идет разведка идет разведка и нету аллигаторов все спокойно тут смотрим у желтого уже кречиты появились давайте посмотрим без радара так красный отжимает свой ящик желтый сейчас будет отжимать свой ящик нас вышел в крота в яков и в диких то есть выходит четвертый штаб тем временем у сама выходит в левика у него пока что нету хамелеона хоть и четвертый штаб он играет от юнитов вот бежит отжимать еще один ящик пока что народ у сама тоже отжимает все ящики то есть он отжал первые два ящика и вот это хотел отжать но тут приехал крот на вас а и он так сказать обосрался ладно выходим соляруса идем на разведку смотрим что тут у сама делает а он только выходит в хам и левик уже есть вроде бы то есть видите развитие довольно слабое поэтому я думал что красный игрок это кто-то слабый так смотрим что у нас него сделает он уже вышел в яга хлам вот видите у него третий завод героев поэтому я думал что него сильнее ну вы смотрите у меня уже щит произвелся а у самой даже считающую нету ладно и пошла разведка от усам и сюда приехал кайман приплыл но мы его уничтожили на вас тем временем копит ресурсы на корову у самой уже есть корова он выходит во второй из шм делает барракуды также само как и неос играет они по морю походу будет драться ну не в принципе плевать на барракуд у меня есть викини и вертексы которые замочат одиночных аликов так что все у меня нормально так и ладно производим дальше юнитов сидим на снабжении вы выбежала соляра я уже немножко расслабился потому что уже я не такое мясо так на вас тем временем выдвигает свои войска что-то сейчас будет думать усама непонятно почему он прячет свои войска всегда в тылу базы у него нету на карте никакой разведки это довольно странная игра потому что него сейчас может просто залететь и разложиться здесь и усами придется на него нападать а если он будет на него нападать то значит он будет не в выгодном положении наверное он пытался отжать ящик смотрите подогнался до своих диких но если бы и смотрите видите я не вижу что она происходит если бы я видел что там корова летает я бы ее щас прикончил своими вертексами 6 вертексов хватило бы чтобы убить его быстрее чем он долетел бы до своих дикобразов но я не все видел так что не смог прикончить его у него есть корова есть кречет и видите у него развитие намного лучше чем у самой хоть и у самой на 3 ранга выше и кач у него там на порядок лучше и он еще отжимался ящики так здесь шла моя попытка отжать ящик но я не рассчитал время и прибежал ко мне егэхам разведки не было ничего не было в итоге бедный цербер сейчас будет уничтожен просто так хотела туман залететь и выбить вертексами что-то но не вышло ладно летим на разворот пытаемся что-то выбить ничего не выбили и убежали назад винг викингов держим на центре не провоцируем ни одного из сопротивленцев потому что если я буду нападать морем на кого-то одного из них то они могут агриться на меня у нас сейчас выстроилась такая народ сказать неприятная ситуация все мы выходим в пятый штаб и все это означает что кто-то будет выходить в луч или ядерку у меня луч конечно вы знаете слабый против у самой он ни хера не сделает неоса он конечно может по 3 по 1 думаю это не критично так что такое тем более если я убью неоса то у самого убьет меня вот такой неприятный народ у нас треугольник получается ладно выходим в пятый штаб копим дальше армию пока ничего особенного я вышел в торов здесь у сама сделал свои баракут четыре штуки у неоса их тоже четыре штуки сейчас они походу будет махаться за ящик да я здесь какие-то маневры проводил а вроде павушку убивал да вот сейчас будет интересный момент народ кстати если вам интересно интересно то я записываю этот бой во второй раз потому что в первый раз я забыл отключить водяной знак и он был на пол экрана в итоге пришлось переписывать довольно печальной ситуации ладно смотрите идет бой вот баракуды желтого это неоса и баракуды красного это усамы они дерутся и как мы видим баракуды усамы проигрывают и печальная история конечно очень грустно 27 баракуда или какая у него то я думаю у него баракуды фуловые потому что это усамы и слилось баракуде не знает 24 или кого там ладно ладно может все таки у сам и баракуда не качана хотя я сомневаюсь самое тем временем выходит ядерку для меня это плохо потому что я не знаю что там есть ядерка вот я ее вроде и разведала вроде нет то есть я не видел ядерку это очень грустно хоть она на карте отображается но во время боя я ее почему-то не видел здесь идет минимальный то есть мини авиабой с неосом пытался пробомбить его ягахам но не попал в итоге слил зря авиацию и мне поцарапали торов плюс я спалил своих торов то есть он теперь знает что у меня есть торы нажимаю вообще восстановление потому что проще восстановить истребителей чем сделать новые вот здесь что-то происходит сейчас посмотрим почему-то появилась турелька так ладно у сам эти времен заряжать ядерку у него небольшая такая армия на вас она много армия круче у него есть альбатросы уже четыре штуки 2 авиазавода много пвошек короче у него база очень крепкая моя чисто на юнитах держится ничего более у самой базы довольно экономичная хотя зачем он построил 2sd дефаться от меня торпедами конечно такой себе я ж могу просто так оплыть и все ладно запускается ядерка смотрите народ момент я полетел на разведку вертексом разведал но его ядерку я не разведал идут смотрите я увидел ядер когда запускается в тумане войны и я понял что знаете что правильно мне пиздец я поднимаю всех своих самолетов и пытаюсь их отвести куда подальше и смотрите я врубаю щиты народ потом напишите мне в комментариях врубились они или нет смотрите врубаю щиты и а как по мне то они не врубились а вы что думаете потому что смотрите как армия поцарапалась это просто 6 осталось соляра 8 полудохлых зевсов и вот такая вот база у него со там были альбатросы он мог сейчас мой базу смотрите легко прикончить ведь у него есть альбатрос просто иди добивай штаб но нет почему-то он этого не сделал тем временем смотрите он бомбит ходу он решил побить сам идет первая бомбардировка и идет 2 5 альбатроса идет прямое попадание очень неплохое но походу сами все-таки немножко пофигу на это смотри народ у него со неплохая армия но здесь походу яков слишком мало у сама даже после того как так сильно греб все равно имеет армию намного больше у него есть крот который очень имбовый ставит турелькой в туман смотрите и начинается аннигилирование армии пускаются две ядерки бах бах каждый попал по армии смотрите левику самый намного сильнее он сбивает на изи левик неоса и все смотрите ту на улеву самые кончился туман и он решил зайти с козырей просто переехать неоса неплохо так получается левик конечно умирает но он сады неплохо так продамажил кроту самый намного круче он начинает стрелять куда угодно у него не смотри несмотря на то что есть ремонт еще и бур прокачанный раз он может булитить другого корота ваш покорный слуга хам не сдался народ он пытается сопротивляться еще больше меня поддерживает ненависть к тому красному который запустил у меня ядерку кстати я не показал я ее снес торами она была заряженной то есть заряжалась ею снес итоге у сама потерял все ресурсы которым захотел потратить на новую ядерку и у него сейчас нету армии это очень хороший шанс для него своего пробит но сожалению сама не такой уж сопричок идет бомбардировка 5 альбатросов еле-еле выбивает завод героев вот пошла разведка неосом на меня кретчетом увидел что я еще живой что я еще сражаюсь и пока что чилит себе у него сейчас самая лучшая позиция он живой сама выходит кретчет и понял что для понял что он не хочет быть терпилой которого бомбят все кому не лень и решил играть через авиацию еще ладно время на воспроизводит дальше свою авиацию теперь он бомбит меня все вы знаете что у меня здание очень слабое и он тоже походу это знает два альбатроса хоп и еще думаю 3 альбатроса хватило бы чтобы убить штаб так сажусь на хвост альбатроса и сейчас мне дадут плюхи керечетами избивает один вертекс делаю разворот и сливаю еще одного вертекса итоге у меня нету штаба и осталось всего лишь три тора я их отправил куда-то на море чтобы их просто альбатросы не убили есть девсы которые остались после удара ядерки и на кресле произвел щит выхожу на реконструкции в 4 штаб сразу потому что у меня были ресурсы временем неос тут какие-то махинации проводят а это я тут соляры пытался ему кабину сломать но не рассчитал количество его этих керечетов и не рассчитал то что у него здесь есть аллигатор короче меня так жестко тут прессанули я пытаюсь спасать свою соляру вертекс то есть перед до вертексами но кречетов здесь намного больше у него здесь их где-то штук 6 против моих трех этих но тем временем пока неос отвлекался на меня усама восстановился и сейчас с новыми силами пойдет на неоса левика еще нету но для него это не проблема у него фулл юниты так идет очень мощная бомбардировка от неоса сама теряет много армии ну по крайней мере мне так кажется я тем временем наконец-то восстанавливаю свои юниты по чуть-чуть произвожу тайфунчики смотрите я настроил очень много пво потому что испугался неоса и его авиации хоть пво у меня и 8 полок урона всего лишь это я не знаю какой ранг 10 или 12 но я все равно их сделал потому что это лучше я не могу делать тайфуны потому что у меня нету к его на них ну я все равно и делаю ладно пофигу так самые осталось небольшая армия он потерял много ягуаров после бомбардировки и сейчас пока что решил скопиться тем временем у него произвели с очень много кричитого смотрите народ прикольный момент я сажусь на хвост и летим на разведку желтого я дал плюху красному и заодно посмотрел что у желтого на базе даю плюху смотрю что электростанция слабая хотя бы я на это не посмотрел на на тем временем красный понял что у желтого армии не так очень много и решил что это его шанс пробить его тем временем он подгоняет свои морские войска и сухопутные я решают под поцарапать его пока что сзади на это такое все он идет довольно небрежную атаку все дикие идут вперед сливаться и идет жесткая бомбардировка попадет ли на вас или нет и промахнулся очень грустно смотрите кстати видите вот я не вижу что здесь происходит поэтому не решаясь ничего про них махинации проделывать это авиация сливается и думаю что зафигня и отключаем смотрим что происходит усама залетел к ним на к базу на него смотрите он опять делает свой прорыв тасса пробивается очень таки неплохо начинают наваливать по левику по левику неоса я конечно же них я не вижу максимум что я могу делать это царапать войска здесь видите пострелял немножко и все решают добить левика хотя его уже добили вот чтобы у красного было так сказать больше шансов пробить желтого вообще народ ситуация такая что я обоих их думал думал что смогу пробить один на один я не знал что красный это усама я думал красный это какой-то см или что-то типа такого то есть чисто жир и все но не так казалось как казалось посмотрите о чем я говорил чуть позже то есть так идет атака смотреть это тоже пытаюсь что-то продамажить думал что-то поломать лечу торами хочу немножко поцарапать неоса чтобы он не расслаблялся вот продамажили снесли ему пару административных зданий ничего более садимся на хвост и даем плюху по кретчету неплохой разворот еще еще что-то собьем еще одного сбиваем то есть неос очень много потерял у него осталось 3 кретчета 2 альбатроса пару ягваров и крот все это вся его армия тем временем усама выходит в корову наконец-то произвел немного кретчетов куда-то летит что-то делает непонятно что за маневр короче сидит он на снабжении походу вот я полетел посмотрел что тут происходит сама дальше проводить какие-то нереальные маневры хотел а я еще это хотел левик солярусом поломать немножко неоса в итоге убежал назад так идет разведка от неоса кретчетами они там немножко с усамой махаются я здесь тоже что-то тут летаю смотрите пытаться быть и мы тут летаем пытаемся поймать друг друга он меня поймал к сожалению и присадиться на хвост включая голд воздух сейчас сажусь ему на хвост пытаюсь хоть что-то сбить чтобы выиграть такое такое сама опять выдвигает свои войска на центр я на восстановление ремонтирую свою авиацию смотрите теперь у сама тут решил что он может летать спокойно пока у меня есть авиация сбил ли мы ему два кретчета он садится на хвост сбила одного мы сбиваем сейчас еще что-то собьем давай 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 сбиваем еще одного второй выживает по типу ваша кучера получил ладно сама уже сделал очень много юнтов я пытался пробомбить и эго хампа засвета но он увернулся это я не смог теперь он едет сам смотрите ко мне очень много юнитов здесь вроде было 18 ягуаров я насчитал в прошлый раз смотрите сдалека неплохо так широкий фронт дело расстреливает меня у меня все очень легко лопать смотрите как легко пробиваются лягуары таки тут смотрите на вас увидел что красный бомбит меня и решил использовать альбатросов чтобы ослабить красного идет бомбардировка и и и и мимо то есть весь урон пошел по кроту считай бесполезная бомбардировка но он ничего не потерял так что ничего страшного я тут по засвету решаю использовать вертексов то есть на патруль отмена пытаясь продамажить все что все что получается вот и еще в догонку пытаясь торами попасть но чуть-чуть промазал надо было брать паровей ладно вроде неплохо так долеплю холусами садится на хвост сбивает мне два тора я сбиваю ему два вера этих кречита чтобы не так все печально было он делает разворот куда-то летит пытается поймать неоса ловит его сбивает один этот самолет и разворачивается него сдают ему плюху но не сбивает так у меня почти фулк его пятого штаба я смог отстроиться после неудачного попадания ядерки в меня да уж если был сама сразу кино ядерку в неоса то он бы уже выиграл потому что меня переехать намного проще всего-то жиром всего-то жиром то есть если бы равный был противник то у меня было бы приехать очень сложно атаку сама довольно жирный и для него это не проблема так не вас тут кита маневры делает пытается наверное прикрываться что-то не знаю может чутье у него работает или шо летает там сам собой тут летает усама тоже хотел что-то сбить прикрывает здание ходу сама снес какую-то админку дает плюху неплохую смотрите сейчас будет садиться на хвост то есть короче идет авиабо и неоса и усамы не понял кто победил вроде одинаково разменялись ну я посмотрите нарушу у меня происходит я сижу я вообще не вижу что там происходит что они там стреляются ни хрена не вижу ни хрена не слышал строю торпеды решали слить викингов бесполезных и вместо них построить пару торпед видите у меня ничего не видно что происходит я лечу прикрывать викингов включая голд воздух сразу чтобы мочить сильнее смотрите даю зал отлетаю и сейчас будем устраивать авиабой садимся на хвост сбиваем один и еще сейчас что-то садим не не сбили ничего отступаем пистец на хрена я отступил короче ладно делаем поворот неуклюжий сбивает нам еще самолеты сейчас будем садиться сбили один так еще один сбили неплохо неплохо он опять бьет моих викингов что мы еще еще сбиваем очень хорошо позбивали все-таки вышли в какой-то плюс опять сбиваем ладно сбили мы где-то 5 самолетов может даже больше тем временем у него со уже довольно неплохой авиапарк собрался у сама постоянно катается в армии туда-сюда не хочет попасть под торов или подар по тросу смотрите после моей разведки он сразу переводит войска в другое место здесь еще неос прилетел в белый мухам он опять отводит войска в другое место тем временем у него осталось две барракуды у неоса их 6 смотрите у самой тупо большейшая армия очень большая армия тем временем что я тут делаю а я произвожу атаку сейчас будет неудачный ворот маневр смотрите очень неудачно даю мне не даю сейчас дам залп даю залп выбиваем аэродром и смотрите сейчас нужно было разворачиваться на это полная жопа я поздно развернулся вот пытался пожадничал что-то хотел убить и смотрите садится на хвост мои вертексы полудохлые и он конечно же не будет оставлять их он летит за ними тупо в самый конец я пытаюсь уворачиваться пытаясь пытаясь и все догнал он их пах все подохли а у него в паралете лапы ложками ему пофигу короче неудачный маневр был народ тем временем шоу на вас это происходит кстати тут армия в тумане да и просто вам просто и не видно есть 4 альбатроса пушки строит наверное чтобы прорыв тасса больше не работал ха смотрите это что такое там не на варан кстати интересная тема почему он их на сра побольше у него же ресурсов должно должно быть много сопра на супру уже можно мины вложить народ так что такое ладно смотрим самый идет в атаку уже очень мощная у него армия он не боится что я пойду на него в контратаку производит левика и идет бомбардировка от него опять неудачная бомбардировка сама уворачивается ну конечно как предугадать народ бомбардировку по ягу хаму когда твой противник просто делает прорыв тасса смотрите очень большой туман у сам и очень много юнитов смотри он не парится вообще ему пофигу на все залетает в туман кнеос убивает осу убивает все переезжает всех сейчас будет по ходу турельки строить мы смотрите да построил турельки начинается бойня за местом перестреливается туда-сюда кречет и неоса пытается это отбивать сама опять неудачно пробился но на этот раз на вас так легко не отделается я конечно же увидел что видите все увидел что на вас у неплохо так тут домики поломали и понял что это мой шанс нужно брать пк за рога посылает ритора вперед и вертексы сзади и нацеливаюсь на его 5 штаб идет бомбардировка одного то разбивает два только бомбят 13 вертекса витритора 2 разворот не убиваем и сейчас будет еще третий разворот и добили и смотрите на это на этот маневр летят кречеты и даем плюх по кречетам то есть отличный залет снесли 5 штаб очень жирный штаб не то что у меня в итоге сбили потеряли мы один тор и 10 вертексов сбили штаб и 3 вертекса то есть неплохо вроде бы наверное восстанавливаем базу у нас уже есть четыре тора и у меня 3 авиазавода поэтому я могу очень быстро восстановить потерянную авиацию для меня это не проблема так тем временем усама дальше тут тусуется на центре карты у него со все очень печально у него 3 штаб наверное ресурса вообще нету после того как у самого покромсал а у сама тем временем смотрите бегает собирает ящики в него все все спокойно все нормально уже производит корову новую то есть сейчас будет довольно неприятной ситуации для неоса кстати да я забыл показать я полетел выбил ему два аэродрома торами и вертексами то есть теперь у неоса даже нету альбатросов это очень грустно народ печалька конечно печалька потому что сейчас вы увидите что будет дальше будет дальше просто уничтожение изнасилования сама собрал опять мощную армию на этот раз у него есть левиафан этот раз у него со нету не альбатросов ничего не армия просто все сама идет в атаку на этот раз у него со нет ни единого шанса чтобы это отбить может если бы я его не так сильно помучал он бы смог отбиться может и нет не знаю все на вас а полностью уничтожили идет добивание базы смотрите я увидел что там неоса добивает и решаю выводить свои войска на центр потому что дальше сидеть на базе нельзя вообще никак делаем раскладку какую-никакую меня 160 к ио то есть эти кошки же заняты я увидел что у сама там был занят решил выбить ему аэродрома него смотрите тоже это решил сделать мы работаем сообща вот молодец неос решил напоследок своих кричитов реализовать чтобы на насрать усами и смотри что тут еще происходит идет бой по морю на вас побеждает у него баракут намного больше если вы помните сколько было баракут сама оставил 2 ягуара чтобы добить на вас а сам тем временем конечно же выдвигается на центр не очень большая армия посмотрите на мою маленькую армию посмотрите на его большую шью армию но если смотреть так то да а так смотрите у меня народ 3 то есть 6 торов и 5 вертексов очень большая армия у самолюбитель делать широкий фронт вот я конечно же ничего не вижу давайте народ теперь вот так будет показывать картинку чтобы вам было все видно хотя они там же неос не помогать смотри короче идет атака соляру я использую голд разведку чтобы увидеть куда стрелять потому что у меня обзор слабо прокачен и она не стреляет на обычной атаки время смотрите у сама вынуждена отправить левика на оборону по морю потому что неос отправил своих баракут на уничтожение усамы его левик походу отбил ягуаров которые их оставила самые теперь теперь он будет мучать этого как и у саму своими баракутами так и теперь начинается народ вторжение сама решил на меня все-таки напасть я включаю щиты делю то равна 3 а3 да и смотрите что сейчас будет очень широкий фронт от усамы разглаживается прям очень очень мощно вот аж сюда приехал смотрите короче пускаем 1 отряд летит 1 бомбежка такая себе летит 2 отлично прямо на десяточку и летит 3 замечательная то есть четкое пробитие смотрите половина армии слито яги полудохлые все очень неплохо сейчас будет прыжок цербера на всякий случай куда-то или нет ладно кроты впитывает урон это очень неприятная ситуация я них не досмотрел за этим нужно было ягуара бить пускай ульту вы конечно же его хамелеон выживает у меня всего лишь 6 класс таки я прижимаю саму к базе тем временем неос продолжает плавать баракудами он подогнал левика но почему-то левика не использует в помощь чтобы пробить базу не знаю зачем он там застыл может не знаю короче что он там делает ладно дальше 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 я конечно не рискую туда нападать у меня тоже разряженный плюс у него здесь очень большой до заказ смотрите как только сама решил убрать своего левика него сразу показал что хрен тебе они левик то есть неос помогает он сдерживает усаму походу неос очень сильно расстроился что его какой-то усама победил ладно что у нас дальше смотри сейчас будет один вроде неприятный момент так куда я полетел выбивать заводы вот пробомбил тремя отрядами опять же про заводу спецмашин по заводу спецмашин второму и сейчас добиваю вертексами эти заводы один выбил и сейчас бы пытаться выбивать еще один и бах отлично четко вот теперь у меня нету торов народ есть ситуация смотрите как сейчас кардинально изменится заряженный щит единственный который был у меня сел и я остался один на 11 кх мусамы это очень печальная ситуация для века конечно же здесь нету но блин смотрите как он дамажит это просто пиздец на как у нас вдохнет легко все я короче сейчас в самой жопа жопа сной ситуации народ это просто писец смотри что происходит у меня на базе ничего нету есть четыре тора но блин какие четыре тора он на меня тупо на прорывом тасса едет народ понимаете прорыв тасса ту самый это самое опасное что может быть в этой игре короче я понял что хрень мне не победа он начинает фокусить мою соляру это очень хреново щит сейчас разрядится пытаясь дамажить как можно больше юнитов но моя соляра не такая сильная как у стратега или его подобных так что у меня нет шансов отбиться просто так щита не мазь зевс только вот сейчас вылазит производим тупо на всех парах тора я понимаю что от вертекса вообще с толку 0 поэтому я произвожу чисто торов он начинает прижимать меня к базе я очень сильно страдаю соляра вылезла я очень испугался что вешат задамажит тупо отступаю на всех парах вылетает щит вперед это очень хреново я пытаюсь его сейчас отвести назад просто нереально хреновая ситуация у него разряжается хамелеон и тут у меня появилась маленькая надежда что я смогу это отбить поднимаю торов и давай 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 и бомбежка прошла более-менее удачно выбиваем три ягуара и смогли мы все-таки отбиться на сопья нас соплях еле-еле но мы отбились это был народ самый опасный для меня момент я слишком сильно рискнул когда напал без торов на его базу время неос все еще мучает усаму левики его уже приехал сюда не понимаешь что он там вообще делает там он пытается тут отстраиваться лять ладно идет одинокая бомбежка чисто чтобы была разведка вот на год производстве восстанавливаем свою армию уже есть парочка зевсов и тут усама предпринимает решение пойти посмотреть что неос делает увидел что неос восстанавливается и дамажит его я конечно пытался спасти неоса тут что-то летать ну не я не пытался спасти неос так еще бы я пытался выбить армию которая ползил к нему чтобы ослабить его это смотрите на вас подгоняет корову по чуть-чуть корова кстати уже вылетела на центр он понял что мы его нахер без коровы он не сможет меня пробить и начинает дальше дамажит здание то есть неоса уже полностью выбивает печальная история тем временем я тут какие-то махинации провожу выбиваю ягуара раз точно я ослабляю его до заказ а где корова неоса кроссом а вот она отлетает назад и смотрите сейчас будет бой коров походу до бой коров пускает ядерку неплохо так пустил ядерку смог ослабить левика у самой но к сожалению не убить и на этом неос к сожалению больше ничего сделать не может добивает последние здания все неос нас покинул осталась одна барракуда которые бесконтрольная то есть все неос выбыл он слил все свои юниты чтобы максимально сильно ослабить у сам спасибо ему за это потому что не знаю смог бы я отбиться от у самой в той последней атаке если бы там был еще левик думаю исход был бы народ очевиден потому что у самой это нереальный жир все теперь буду показывать будет своего лица потому что неос уже все там больше на карте ничего не происходит тем временам рассмотреть у меня есть 6 зевсов 3 щита и большой авиапарк из 6 торов у сама предпринимает решение пойти в атаку опять не дождался левика опять широкий фронт смотрите делает следы побежал вперед даже прыжок не успел использовать опять делаем три отряда торов бомбежка первая думаю неудачная бомбежка 2 ах шикарнейшая бомбежка 3 и просто прекрасно так как у меня техники очень мало я решаю реализовать своих вертексов которые просто там без дела сидать хоть сидят хоть они все и сольются но хотя бы я смогу хоть как-то ослабить его армию поэтому я просто пускаю их патруль отмена на его базу время подвожу немножко технику свою понимаешь у него там армии должно быть максимально мало левик почти полуживой так все таки решая не рисковать отступить опыт прошлой его атаки вынудил меня быть максимально осторожным достраиваю завод зевсов дабы восстанавливать армию максимально быстро у самой нету завода у него один завод ягуаров только есть вот я иду бомбы бомбить опять его восстанавливающиеся заводы очень печально что он кречит и не делает у него есть два не один авиазавод но бы мог кстати бомбежка завода прошла удачно плюс выбивание одного хама у него осталось два хамелеона и пара танчиков так я подгоняю свои войска по чуть-чуть он вылез попытался отжать ящики лечу они он побежал к неосу думал что на вас восстанавливается в итоге потерял один хамелеон и много так армия на всех парах выдвигаясь на его базу и пытаясь пробить его тут корова что-то летала я ее сбил идет прорыв от хама ломаем здание бомбежка по хамелеонам у него нету больше никаких заводов никаких мощностей уже ничего мне сделать не может и вот его последняя армия это три агуара и хамелеон все что он стал такой от народ бой не повезло усами потому что нужно было убивать самого начала на его сами убивать меня в него армии нету на этом сопротивление усами подходит к концу все народ такой отбой хамчик еле смог выиграть несмотря на то что мне поломали самого начала всю базу всю армию я не сдался я сражался до конца и благодаря этому получился такой интересный бой пишем комментарии спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok